Хакнуть Госдеп. В прессу попала информация об атаке на американское внешнеполитическое ведомство, которое дипломаты пытались сохранить в секрете. Что украли кибермошенники, разобрался Дмитрий Анопченко. Госдеп один из крупнейших работодателей среди американских госструктур. 45 тысяч чиновников, 13 тысяч дипломатов, 11 тысяч человек технического персонала в посольствах и консульствах по всему миру. Учитывая, что сотрудники ведомства разбросаны по планете, электронную почту, весь массив входящих и исходящих сообщений, а их каждый день приходит сотни тысяч, хранят не в этом огромном здании в Вашингтоне, а в облаке на защищенном удаленном сервере, который и атаковали хакеры. Причем об атаке здесь в Госдепе долгое время молчали. И вся эта история так бы и осталась тайной, покрытой мраком, если бы не популярное в Вашингтоне издание «Политику», которая из своих источников получила информацию о нападении, и опубликовала сейчас статью. И дипломатам пришлось признать, да, электронную почту части их сотрудников действительно перехватили хакеры, получив доступ и к содержанию переписки, и к личным данным тех, кто отправлял имейлы. Украденные данные ведомстве назвали важными, но не секретными. Повезло, что тайные сведения посольства передают по отдельным, зашифрованным каналам связи. Какие именно отделы или подразделения атакованы, и были ли в украденной переписке дипломатические депеши, скажем, из Москвы или из Киева, в Госдепе решили не разглашать. Проблема еще и в том, что хакеры прочли не только переписку. Я по работе часто связываю с сотрудниками Госдепа, так вот здесь есть правило. Когда тебе отвечают по электронной почте, то в самом конце сообщения, просто в подписи, есть подробная расшифровка должности, а еще указание прямого и сотового телефонов. И теперь американским дипломатам, работающим за рубежом, все эти номера придется менять. Потому что, зная номер телефона, можно прослушивать их разговоры, можно по местонахождению трубки следить за передвижением американских дипломатов. Более того, до конца непонятно, а куда этот весь массив данных хакеры способны передать. Ведь до сих пор не выяснили, кто стоит за их действиями. Госдепартамент уже не раз критиковали, мол, ведомство важнейшее, а защита данных недостаточная. И после этого случая, признаются дипломаты, наконец-то закрутят гайки. Ведь Госдеп теперь возглавляет не бывший нефтяник, а экс-глава ЦРУ. И кому как не ему знать, насколько высоко оценятся секреты. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok